Насколько тяжелое преступление инкриминировалось директору типографии? Дело в том, что он снабжал типографию Донецкую краской бумаги. Он с компаньоном владеет этой типографией. Он, по всей видимости, ну я так полагаю, он не был идейным сепаратистом. Он просто зарабатывал на сепаратизме. Мы сегодня собрались для того, чтобы запитать суддям, почему они отпускают сепаратистов и засудят наших украинских воинов. Одна из таких ситуаций – это затримание, что судья Турченко, что с нового суду, отпустил известного полиграфиста, который друкует газеты Новороссия, всякую иншу пропагандистскую літературу. И, в принципе, после этого Нестеренко скрився. Мы хотим, чтобы этого судья Турченко, в принципе, чтобы он больше не был судей. У него в березня будет переатестация, и мы очень надеемся, что на следующие 5 лет ему не продолжатся право судить. Сегодня какого решения суда Приморского вы ожидаете? А сьогодні чекаємо, что суд зобовьяже прокуратуру внести справу по Нестеренку в единый реестр. Прокурор Лісовий, прошу вибачення, и заявник Мартовский. Наступное друкованное видение газета с назвою «Донецкая республика. Официальный орган печати ОД Донецкая республика» за 3 грудня 2015 року четверг. На остальной сторинце «Видомости про засновника общественного движения Донецкой республики», «Видомости про главного редактора», «Реєстраційное свідоцтво». «Отпечатано в типографии ГП РИП «Донбасс», улица Куйбышева, 58И. Тираж еженедельный, вернее, периодичность еженедельного, зазначена керкесть тиражей и дату предписания печати». «Я хотел показать, какого человека отпустил судья Турченко. Понимаете? То есть судья Турченко понимал, и он не отрицает этого, о том, что подозрение вынесено Днестеренко обоснованного». «Видомости Мартовского від 4 січня 2016 року адресовано прокурору Донецького області не містить об'єктивних даних, які свідчать про вчинення судей згодженів, передбачених статтями 111, ч. 1, 256, ч. 2, 396, ч. 1 Кримінального кодексу України. На підставі вищевикладеного слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення скарги Мартовского. На підставі викладеного, керуючи статтями 303-307 КПК України, слідчий суддя ухвалив у задоволенні скарги відповідального представника громадської організації «Молод» Мартовского Віктора Олексійовича на бездіяльність прокурора Донецької області щодо невнесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 4 січня 2016 року про кримінальне право порушення, вчинене слідчим суддей Жотневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Турченко відмовити Ухвала ускарженню не підлядає Субтитры создавал DimaTorzok